МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Тема дня» на ЮАК Рым в студии Георгий Спасококовский. Тема нашей программы – обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Наш гость – Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Здравствуйте. Добрый день. Украинские правозащитники провели в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН брифинг права человека в Крыму. На брифинге проинформировали об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму и о том, что нужно сделать для ее улучшения. С кем встречались, кто присутствовал на этой встрече, о чем речь шла на брифинге? Понятно, что ухудшается ситуация с правами человека. Кто виноват, понятно. А что делать? Да, действительно, это самый главный вопрос, что с этим делать. В связи с этим было несколько встреч. В этом участвовали не только украинские правозащитники, как я и Татьяна Печенщик. Также у нас была международная организация. Это Human Rights House Foundation, известная международная организация, которая помогала как раз нам в вопросах коммуникации с ООН. В самом ивенте помогла украинская миссия в ООН. Что касается тех, кто были, то на самом ивенте, на мероприятии, которое было публичным в ООН, было довольно много стран. Причем это говорит о большом интересе к этой теме, потому что время довольно занятое. И то, что делегации выделили время и пришли, это хорошо. Также очень много стран после наших выступлений высказали свою поддержку. Но, в принципе, это те же страны, которые голосовали в прошлый раз. Например, очень четко свою позицию озвучил Евросоюз, четко озвучила Великобритания, Польша, Германия, Швейцария. В принципе, все те же самые сторонники. Поэтому вопрос наш был в основном сфокусирован с теми, кто либо воздержался, либо головосовал против. Мы пытались встречаться с некоторыми африканскими странами, объясняясь позицию. Для нас было важно коммуницировать, потому что мы как правозащитники в этом году увидели, что все-таки МИД Украины и наша делегация в ООН прислушались к нашим рекомендациям. Мы предложили, например, 7 пунктов, и из них 5 было включено в проект резолюции. Мы раньше еще ездили в июне месяце и говорили с нашей миссией. И, конечно, для нас было важно увидеть, что, в принципе, есть эта коммуникация. Украина прислушалась к правозащитной точке зрения, и поэтому, на наш взгляд, сама резолюция стала более сильной с точки зрения прав человека. Страны, которые или против потенциальной этой резолюции, или колебаются, о каких странах идет речь? Среди них разные страны. Допустим, среди них есть страны Латинской Америки, или есть страны, например, Африки, которые колеблятся. Не всегда это связано с тем, что у них конкретно есть какая-то позиция против Украины. Иногда, например, просто с ними недостаточная была коммуникация, или была очень достаточная коммуникация с Российской Федерацией. Поэтому, в любом случае, несмотря на то, что там большой блок вопросов прав человека, тем не менее, это остается политической платформой, на которой идут постоянные, скажем так, переговоры, постоянные политические торги и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, всех колуарных разговоров мы, конечно, не знаем. Здесь лучше осведомлен МИД. Мы могли только то, что мы могли озвучить, это сказать, что мы, как правозащитники со стороны, видим, что вот тут есть плюсы такие-то. И вот мы просим поддержать эту резолюцию как правозащитники, потому что это нам поможет защищать права человека, есть новые фокусы. Например, что важно было отметить, и это есть теперь в новом проекте резолюции, то, что Россия проигнорировала и не исполнила решение Международного суда ООН о временных мерах. Это как раз отменить решение о запрете Меджлиса крымско-татарского народа и отменить все ограничения по украинскому образованию языку. Россия это проигнорировала. Ну и вот что делать в этой ситуации? Это было, ну, как бы, ожидаемо. Что делать? Во-первых, чтобы это было в резолюции. И это важно. Если, конечно, это примут на уровне Генеральной Ассамблеи, у нас будет новая резолюция по Крыму с этим решением. Первое, это платформа, ну, аргумент, скажем так, для других стран усилить, например, санкции. Мы можем сказать, смотрите, Россия не только игнорирует вашу резолюцию, а вот она игнорирует даже ваш суд. Второе, сам суд может обращаться в органы ООН, в первую очередь в Совет Безопасности ООН, о том, чтобы вести определенные меры против России. Какие же, например? Тут у нас тупик, потому что, чтобы проголосовать за любые меры против России, надо, чтобы Россия сама, как член Совета Безопасности. И здесь у нас вообще глобальный вопрос, реформировая ООН. На что мы рассчитываем? Мы тоже не утописты и не люди, которые в розовых очках. Мы понимаем, что есть проблемы и в системе ООН, как, например, Совбез и право вета. Но, как мы, допустим, понимаем, как это можно использовать? Как минимум, это можно использовать для того, чтобы был усилен пакет санкций. И, например, список персональных санкций. То есть, если до этого мы говорили, вот, например, есть блок санкций, это те, кто пытал, те, кто незаконно лишал свободы. И мы работаем дальше, подаем персональные новые и новые имена. В том числе даже по делам, кто уже освобожден, например, как Ахтемчий ГОС или Миумеров. Все равно они были лишены свободы или их преследовали. А значит, люди, которые это сделали, должны нести персональную ответственность, хотя бы в виде санкций. Теперь мы говорим, что, смотрите, проигнорировано решение временных мерах суда ООН. Давайте теперь против этих людей. Кто запрещал Межлис? Те-то, те-то, те-то люди. Значит, против них нужны санкции. Кто, например, организовал вопросы, связанные со сворачиванием украинского образования. То есть, все это может быть предметом новых санкций, как против России в целом, экономических. То есть, мы показываем, что Россия и дальше не только игнорирует там все, что касается самих людей. Она игнорирует вас, как международное сообщество. Она игнорирует вас, как страны. И все равно на ваш суд ООН, который, в принципе, она сама подписала. Я думаю, это довольно хорошая позиция, чтобы в следующем году продолжать эти пакеты санкций. Потому что, понятно, Россия каждый раз пытается расшатать. А у нас будет веский аргумент, что нет. Вот в резолюции ООН это закреплено, поэтому будьте добры соблюдать. Слава Богу, в отличие от самой России, многие другие страны все-таки соблюдают. И резолюции уважают эти договоренности. Как минимум, мы рассчитываем на это. Второе, это тоже будет аргумент, который можно использовать в дальнейших слушаниях. И на самом деле дело Украины против России в международном суде ООН, оно только начинается. Только впереди еще сами слушания. Потому что то, что мы знаем в апреле было, это только решение временных мер. Сам иск только начнет рассматриваться. И Украина будет представлять доказательную базу. И, конечно, любой международный документ, который закрепляет, что Россия дальше нарушает что-либо, это будет нашей доказательной базой в том числе. Но одних резолюций будет недостаточно. И Украине надо очень серьезно сейчас работать над доказательной базой. Потому что Россия по ней работает. И пытается со своей стороны доказать, что мы злая хунта, что мы нарушаем права украинцев, что мы нарушаем права кого угодно. Вот что, не знаю, запрещаем говорить на родных языках. То есть надо знать, что Россия тоже готовит эту аргументацию. И позиция Украины должна быть очень сильной. И не только на политических заявлениях. Если Украина заявила, там дискриминация, то суд скажет, дайте факты. Дайте доказательства. Количественные, конкретные показания свидетелей, фото, видео. Все это будет рассматриваться. Поэтому для Украины это тоже большой вызов. Теперь мы переходим на плоскость не политических заявлений, что тоже важно. Мы переходим теперь в плоскость юридическую. А это четкие доказательства. И представьте, там сидят судьи. Да, это уважаемые люди в мире. Но для них вообще ситуация в Крыму неизвестна. Они что-то там где-то слышали. И это не те сторонники, которые нас всегда поддерживают. Это просто некие люди, которые знают, что такое права человека. Но они не знают, они не были в Крыму. И по сути, Украине надо заново все это доказать. Заново предоставить все эти факты, но уже с юридической точки зрения. Это непростая работа. И важно, чтобы Украина к ней была готова. Ну вот, кстати, не были в Крыму цитата. ООН стоит направить в Крым своих представителей для ознакомления с ситуацией на полуострове, а не делать выводы, исходя из домыслов украинских властей, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его мнению, кампания лжи и лицемерия вокруг Крыма продолжается и активно продвигается киевскими властями при поддержке Запада. По его словам, представители структур ООН в настоящее время заявляют о том, что Крым нужно посещать через украинскую территорию без штампов на российской границе. Это мелкий и глупый повод для того, чтобы не ехать и не увидеть на крымской земле реальную ситуацию. Напомню, Украина официально внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Целью обновленной резолюции является консолидация поддержки Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова. В частности, содержатся требования к России выполнить временные меры решения Международного суда ООН по восстановлению деятельности Меджилиса крымско-татарского народа и необходимости обеспечения обучения крымчан на украинском и крымско-татарском языках. А что сейчас происходит, как происходит давление на этот сегмент обучения на украинском и крымско-татарском языке? Как он выглядит? То есть официально ведь не запрещают, нет запретов. Запретить украинский язык, валуевские указы и крымско-татарские тоже. Как это выглядит на практике? Напрямую, конечно, таких указов нет. Россия тоже прекрасно понимает, что за этим смотрят, это контролируют и будут использовать в судах против нее. Поэтому она пытается, конечно, хитрить. Ведь распространенная практика, банально для Российской Федерации, это пропаганда языка рожды и запугивания людей. Например, что делается в украинских школах? Были родительские собрания, на которых учителя или представители Министерства так называемого образования говорили о том, что мы не можем позволить себе украинский язык, якобы у нас нет украинских преподавателей, или вообще зачем им этот язык, у вас будущее теперь в России и так далее. То есть есть такое давление. Второе, и оно, на наш взгляд, довольно опасное, это общий уровень языка ненависти. Сегодня, например, произошла авария с газопроводом в Алуште. И если открыть социальные сети, в том числе даже включая так называемых крымских чиновников, то он просто наводнен высказываниями против Украины, против украинского языка, против украинцев в целом. Они все убийцы, они все террористы, экстремисты, бандеровцы и так далее. Это общее впечатление. Представьте, когда живете вы в городе или в маленьком там дворе, все соседи посмотрели российский телевизор, а там кричат, что все страшные бандеровцы, все, кто говорят на украинском, едят младенцев. И после этого вам надо прийти в школу и сказать, а мы хотим говорить на украинском языке. Люди обычные, да, на бытовом уровне, они просто боятся иногда за себя или за своих детей. И были случаи проявления агрессии, допустим, ненависти или даже физического насилия, только по признаку того, что вы украинец. Сегодня, например, Игорь Мабенко, украинец в Севастополе, который ездил на велосипеде с наклейкой «Азов» и украинской символикой. Но он вообще экстремал. Да, его сначала избили. Он попытался добиться того, чтобы нападавший бывший сотрудник Беркута его привлекли к ответственности, а наоборот, сейчас против Игоря открыли дело за экстремизм. То есть это, по сути, такое избирательное. То есть когда, например, российские активисты пишут, что мы бандеровцы, нас надо расстрелять, таких дел мы не видим, чтобы ФСБ открывало. Но зато, когда украинец пишет какие-либо комментарии против России, против действий русских военных, например, то сразу появляется, почему такая избирательная практика. Понятно же, почему. Это политический заказ. Даже если что-либо и делал Игорь Мавенко, писал ли вообще он этот пост, неизвестно. Но может ли Игорь Мавенко рассчитывать на объективное правосудие, если он открыто выступал против оккупации? Ну, очевидно, что ему не грозит справедливый суд в Крыму, к сожалению. И сейчас он уже ограничен. Он на подписке о невыезде. А тот бывший сотрудник Беркута, который его избил за украинскую символику, дальше разгуливает. На кого он следующего нападет? На девочку с желто-блокитной ленточкой? Мы не знаем. Уровень вот этой агрессии... Сейчас мои коллеги собрали огромное количество примеров языка вражды. Ну, собственно, вы вообще готовите каждый месяц такую сведенную... И сведено, и сведено. И жемесячно. Да, но мы готовим общую ситуацию. Сколько было обысков, кого задержали, что по основным делам с политическим заключенным. Но есть и тематические. Очень важный, например, был доклад, и до сих пор он, скажем так, активно обсуждается на международной арене, это доклад о милитаризации в Крыму. Там мы писали не только про незаконный военный призыв. Мы писали, собрали факты про военную пропаганду среди детей. И, кстати, этот аспект включен в новый проект резолюции, что очень важно. И это хорошо, что Украина откликнулась и включила этот момент. Ну, послушайте, с другой стороны, вот я в Советском Союзе вырос, был советским пионером, и ходили там зорницы, все с такими вот зверскими лицами, всегда готов. Ну, традиция может быть такая в стране. А как это вот к международным каким-то санкциям привязать? Если бы мы говорили о самой России, окей, это проблема России, какие у нее там традиции. Хотите пионерами ходить, но Россия в Крыму это страна-оккупант. Окупирующая держава не имеет права призывать граждан Украины в свою армию. А что делает Россия через эту пропаганду? Она через эту пропаганду детей крымских, которые граждане Украины априори, потому что они родились на территории Украины, она этих детей готовит к службе в российской армии против кого? Кто будет основной враг? Украина, американцы, европейские страны. И более того, это военная пропаганда среди детей. В ней ужас еще в том, и мы собирали много фактов, то есть мы базируемся на фактах, а не просто на каких-то заявлениях. Ужас в том, что детей вообще воспитывают в культе насилия, что насилие это нормально, что насилие это даже хорошо, ты же защищаешь там родину и так далее. Добро должно быть с кулаками. Да, и представьте, через 5-7 лет детей, которых 5-7 лет готовили, как тех, которые должны ненавидеть Украину, которые должны радоваться насилию и так далее. Естественно, это опасная ситуация для самих детей. Они не растут в духе демократии, свободы, они не могут свободно выбрать свою идентичность. То есть многие из них украинцы, ну и этнические, и по гражданству они, но им не дают шанса выбрать свою идентичность. Им навязывает все, только русскую, русский мир и больше никаких вариантов. Кстати, а ситуация с гражданством, как раздавали российское гражданство в Крыму после аннексии, она как-то поднимается на международном уровне? Да, и кстати, в резолюции, в проекте резолюции, который будет в третьем комитете рассматриваться, есть этот пункт тоже про гражданство, про принудительное. Более того, ситуация с гражданством ухудшается в том, что помимо паспортов, которые всем были навязаны, Россия пытается теперь навязать и многие другие документы. Документы собственности, документы, допустим, на управление автомобилем. То есть она пытается максимально все формальные правовые связи крымчан связать с Россией. То есть любой документ, она хочет, чтобы и заставляет людей брать только российский. Хотите распоряжаться своей квартирой? Зарегистрируйтесь в Реестре прав собственности России. Хотите распоряжаться своим автомобилем, купленным в Украине, под украинской юрисдикцией, украинским гражданам? Нет, будьте добры, возьмите российские водительские права. И что она потом делает? Она говорит, а вот видите, сколько у нас паспортов? Мы там выдали, да, там, ну не знаю, миллион паспортов. Но на самом деле этот миллион паспортов, потому что если вы не возьмете паспорт, у вас не будет работы, вы не возьмете паспорт, вы не сможете распоряжаться своей квартирой, вы не возьмете паспорт, дети не пойдут в школу, вы не получите медуслуг и так далее, и так далее, и так далее. Это вынужденное гражданство. И хорошо, что в резолюции это будет прописано, чтобы все это понимали и не забывали, что мы не граждане России, кто взял паспорт. Мы вынужденные граждане. И это не признается на международном уровне. Это гражданство, выданное России в Крыму, не признается. То есть мы граждане Украины дальше, те, кто даже вынужденно взял этот паспорт. Еще такой момент. Бытует мнение, что в конце концов и мир, и Европа, и США устанут от этих вопросов про оккупацию Крыма и как-то махнут рукой и формально или неформально на это согласятся. Европе нужен российский газ. У США какие-то другие могут быть интересы. Опять же, власть поменяется. Более лояльный к России президент. Как вы чувствуете после этих брифингов в Нью-Йорке, этих встреч? Какая атмосфера? Есть ли такой вариант, что устанут люди? Да уже ладно, разбирайтесь сами Россия и Украина со своим Крымом. Ну, безусловно, все в мире устают. Не только там от вопроса Крыма. Сегодня ситуация вообще в мире, она напряженная. Да, вопрос терроризма. По сути, чуть ли не каждый месяц мы видим, что в разных странах демократических, которые защищены, казалось бы, у них происходят теракты. Абсолютно неожиданные в неожиданных местах среди мирных людей. Поэтому люди в целом в напряжении. Они в целом устают от насилия, от этих постоянных переговоров и поиска. Что касается темы Крыма. Наш ивент, например, показал, что, во-первых, интерес к Крыму продолжается. Большинство стран, особенно Европы, выразили четкую позицию, что они и дальше не поддержат аннексию, не согласятся с аннексией. Что важно, документы, которые будут приниматься Генеральной Ассамблеей, например, уже часть из них примета резолюция прошлого года. Скорее всего, будет и в этом году резолюция по Крыму. Даже если кто-то начнет сомневаться и как-то там о чем-то договариваться с Россией, им будет это сделать гораздо сложнее, потому что есть документы, на которые они обязаны опираться. Это не так легко, если вы проголосовали, например, как страна за резолюцию, подписали какой-то договор, на самом деле не так просто из него выйти. Каждый подумает о том, о какие риски. Сможет ли мне, грубо говоря, Россия компенсировать все риски, если я, например, сейчас проголосую в ее интересах. И, в принципе, многие страны понимают, что с диктатором или авторитарным режимом-то на самом деле не так просто иметь отношение. Сегодня вам Россия пообещает это, а завтра придет к вам с танками. И поэтому важно, чтобы Украина была более активной и доносила проблему Крыма не в контексте, что это только украино-российский конфликт, в контексте, что это вообще угроза для мировой безопасности. Вот что важно. Потому что завтра Россия может прийти через гибридные формы. Она не значит, что она сядет на танк и поедет в любую европейскую страну. Она откроет там Russia Today, Life News. Она откроет там сначала свои СМИ, она начнет вбрасывать фейковые новости. У вас появятся зеленые человечки в стране, у вас появятся какие-нибудь люди, которые будут требовать разделения страны и так далее, и так далее. То есть война может прийти совершенно в другом виде, как она пришла, например, ко мне домой в Крым. Хотя там, в принципе, были и танки, и все остальное начиналось совершенно с другого. Начиналось все с русского единства, с каких-то там вечеров Пушкина, казалось бы, совершенно безобидных. А на самом деле приходил Аксенов под эти вечера Пушкина. Ну и так далее. То есть эти формы, они опасны не только для Украины, они опасны для всего мира. Вот это важно доносить. И информационно Украине важно это объяснять не только на уровне нашей проблемы, что мы страдаем, как Украина, что это угроза вам всем. И поэтому мы просим Украину больше внимания уделять правам человека. Почему? Потому что права человека это универсально. То есть это как бы понятно всем. Что такое право собственности, понятно каждому европейцу и американцу. Поэтому этот аспект, поэтому мы просили усильте фокус на права человека. И в принципе Украина это сделала, и это хорошо. И многие, с кем мы говорили, говорят, что да, резолюция действительно сильная. И большой плюс, что вот добавили эти и эти пункты. И нам еще важно, что Украина согласилась, наша дипломатия согласилась на то, чтобы внести еще пункт ответственности Украины в связи с Крымом. Что Украина несет ответственность и обязывается сохранять культурные, социальные, экономические, образовательные связи с людьми Крыма. Это гарантирует то, что Украина не будет вводить блокаду против людей. Для нас, как крымчан, у тех, у кого остается там семьи, и мы знаем, сколько там на самом деле украинцев, сколько там проукраинских людей. Вот эта гарантия важна. И если будет проголосована эта резолюция, то получается на уровне резолюции ООН Украина и за собой закрепит это обязательство. Это был бы хороший, позитивный шаг со стороны Украины. Ну а что касается санкций, Алексей Кудрин, помните, такой был министр финансов в Российской Федерации. Вот насчет нового пакета санкций, которые США готовят, он пророчит весьма тяжелые времена для российской экономики буквально с 1 января 2018 года. Так что держитесь, не попадайтесь. В студии работал Георгий Спасококотский. В гостях у нас была Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ЮАК Рым в Фейсбуке. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин